Это блокбастер «Выжившие по-сибирски». Мужчина с сыном перевернулись во время сплава на лодке и ночевали в лесу среди хищников. В субботу вечером папа и 12-летний ребёнок сплавлялись по качи на байдарке. У качинских столбов лодка перевернулась. Пассажиры успели выбраться на берег и позвонили в службу спасения. Найти их смогли только утром у костра, в тайге. Судя по следам неподалёку, бродил медведь. Выносить семью пришлось на носилках. Их передали медикам. Ну а далее ещё пять коротких новостей, о которых сегодня писали красноярские интернет-издания. Житель Красноярска так сильно соскучился по друзьям, что попытался незаконно перейти границу с Китаем. Зачем шли? Куда шли? В гости к друзьям. Мужчину задержали в Забайкалье, когда тот лез через забор. Пограничникам он заявил, что добирался до друзей таким образом, потому что у него нет загранпаспорта. Перелазчику назначили штраф. Подпольное казино накрыли полицейские на правобережье возле рынка Крастетси. Горная зона работала под видом криптовалютного клуба. Во время обыска в казино сидел всего один игрок. Силовики задержали оператора, администратора и охранника. Организатора ещё ищут. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр». Норильская авиакомпания предупредила о продаже билетов на несуществующие рейсы. О подделках заявили в Нордстар. Фейковые билеты появились на нескольких агентских ресурсах, в том числе на aviakassa.com и mega.travel, которые предлагали шесть маршрутов до Сочи из разных городов России и обратно. В Нордстар заявили, что подобных рейсов не выполняют. Красноярцев просят временно не гулять по гремячей гриве. В ближайшие дни там должна пройти обработка от клещей. Начать её планировали уже сегодня, но из-за дождливой погоды работы перенесли. Предварительно они пройдут с 7 и 8 мая. От клещей обработают всё – лес, тропы, территорию возле визит-центра, детские и смотровые площадки. Перелётные птицы начали возвращаться на север Красноярского края. Верный признак наступающего тепла. Фото пернатых опубликовали специалисты Тунгусского заповедника. Вернулись утки, гуменники, лебеди-кликуны и чибисы. Прилёт птиц наблюдается с началом ледохода на реке Подкаменная Тунгуска.